Работы по защите посева вместо вас. Ну это, само собой разумеется, у них очень хорошая избирательная способность. Ведь они хорошо слышат тот объект, против которого они работают. Чтобы их эффективно использовать, во-первых, нужно определиться, кто в вашем регионе есть в наличии, с кем можно подружиться, чтобы он работал на вас. То есть определить, какие полезные организмы будут присутствовать на ваших полях. Понять их индивидуальные биологические циклы и потребности в ресурсах. А также изменить свое управление, чтобы увеличить количество полезных видов. Я расскажу историю, которую мы пережили всегда в Магросоюзе. У нас очень хорошо было развито молочное скотоводство. То есть мы производители молока, КРС. КРС кормится сеножом, сеном люцерны. Мы выращиваем люцерну в больших количествах. Три года выращивания люцерны, посев. И вот каждый посев сопровождался такой ситуацией, когда посеяли люцерну, пришел долгоносик и все съел. Вот весенний посев, посев люцерны, нет люцерны. То есть буквально прозевал полдня, все, нет, люцерна сходит очень маленькая, точка роста там мельчайшая, достаточно одного укуса этого долгоносика, все, растения нет. Как только мы перевели весенний посев люцерны на лето, то есть он стал летним, проблема исчезла сама собой. Мы перестали лить эти инсектициды по два раза. То, что мы делали весной, просто отпала необходимость. Почему? Потому что долгоносик летом, он уже уходит зимовать. В летний период его уже нет, нет этого, нет проблемы. Нет долгоносика, нет проблемы. То есть сейчас мы севаем люцерну летним посевом, с тем, чтобы она успела развить определенную высоту, и уйти в зиму, перезимовав, все достаточно хорошо. В стерне такие мелкие растения, молодые однолетки, да, зимуют хорошо. Поэтому, вот представляете, да, без капли химии мы получаем классные всходы люцерны. И так в каждом вопросе можно сесть и подумать, а что же я могу изменить в своей деятельности, чтобы себе не нажить проблему, и классно пользоваться тем, что дала сама природа. Так, вот один из мощных помощников, божья коровка, семиточечная. На самом деле божьих коровок очень много в природе существует. Часть из них хищники, часть есть такие, которые листья едят, то есть листоеды. Но в основном это хищники. Семиточечная самая прожорливая, самая распространенная, поэтому я буду говорить о ней. Вредят, ой, помогают нам, вредят. Помогают нам и личинки, и мага взрослые насекомые. Ну да, вот такой родовой аппарат еще, еще. Значит, цикл жизни. Цикл жизни божьей коровки. Выходя весной из, тут, наверное, есть указка, или нет? Есть. Чуть-чуть есть, а вот. Выходя весной из места зимовки, она идет на поля, питается, питается нектаром, то, что найдет, откладывает яйцекладки. Из яиц отрождаются личинки, проходят стадии, да, развиваются. Эти личинки тоже питаются, потом окукливаются под лиственным опытом, или же на самом поле под соломой, да. Весной выходит снова насекомое и снова, пускай, идет в работу. То есть ищет тебе цель. Едят тлю, но кроме тли, если вот тли недостаточно, она может есть и других мелких насекомых, тех же трипсов иногда нападает. То есть, такой сказать себе, мощный, мощный уничтожитель мелких насекомых. Личинка, кстати, прожорливее, чем имаго. Ей же нужно пройти несколько этапов роста, да, от первого до пятого возраста, и окуклиться, и превратиться в настоящее насекомое имаго. Вот. Ну и их взрослые особи тоже здорово питаются. У нас были случаи, когда, это было еще давным-давно, несколько, может быть, лет 15 назад, когда мы, молодые зеленые агрономы, отменяли инсектицидные обработки на поле. Я помню, директор тогда очень негодовал, как вы могли, да как же инсектицид не внесли, все пропало, все пропало, и нам приходилось доказывать ему, посмотрите, Владимир Дмитриевич, да тут же на каждом растении сидит по 8 божьих коровок и их личинок, у нас все под контролем, не переживайте. Ну, то есть, приходилось доказывать, ну, понимаете, нести химию просто. Но потом же мы понимали, что эти полезные насекомые тоже погибнут от химического препарата. И вот таким образом приходилось как бы доказывать, да, все работает, у нас органический инсектицид, все есть. Я хотела тут видео поставить, как мы с Романом, с нашим агрономом, движемся по посеву подсолнечника. И вот на каждом растении сидят вот такие товарищи, это вот личиночки первых возрастов, потом они темнеют, а потом становятся уже насекомыми с красными крылышками. И еще один классный товарищ, помогающий нам с вами в жизни, это хищная жужелица. А кто знает, как определить, вот поймали вы жужелицу, как определить, хищна она или нет? Кто помнит? Спросить. Спросить, ты кто? Ну, во-первых, мне кто-то сказал, если быстро бежала, то точно хищная. Да, это правда, не хищники быстро не бегают. Это и хлебная быстро. Еще раз, не услышал. Хлебная тоже передвигается быстро. Вот, то есть уже скорость на показатель. У хищников всегда есть интересный отлив, да, и выемки над крыльями, да, это хищники. Их так проще определить. Что, чем они нам помогут? Ну, во-первых, поисковая система у них очень хорошо работает. Догонят и перегонят. То, что мы глазом не видим, они найдут и съедят. Кто-то спрашивал, а вот клопы, очень занимают клопы-черепашки. Вот он, как бы, монстр, который ест и яйцекладки клопов, и личинок всех возрастов. Поэтому создавайте, пожалуйста, условия для жизни хищных жужелиц. Что нужно хищным жужелицам? Им нужно укрытие, да, из которого, из-под которого они будут выслеживать своих, ну, свою еду, скажем так. То есть это покров почвы, солома, либо живые растения, лучше еду и другое, под укрытием, чтобы они не жарились на солнцепёке. А вы знаете, да, что температура, ну, если взять полдень в июле, например, да, температура на открытой почве может составлять примерно 50-56 градусов. А на покрытой почве это 36. То есть разница около 20 градусов. Закрытая и открытая почва, я имею в виду чёрная и покрытая, да, разница 20 градусов. Конечно же, насекомые сложно, ну, им сложно выдержать такую температуру повышенную. Они будут идти в укрытие, поэтому создавайте, пожалуйста, хорошей стеблистой коммерческой культуры, чтобы там был покров под ней, да, чтобы было где насекомые спрятаться. И все эти, пожалуйста, сидираты, покровные, которые будут и кормить этих насекомых, и давать им убежище. Ой-ой-ой, я поспешила. Так, вот за один сезон одна семья самка и самец жужелиц может уничтожить до нескольких тысяч различных листогрызущих вредителей. Это вот виды, какие они могут быть, да? Так, калерия, паразит, дальше о паразитах, паразит яиц хлебного пилищика. У кого есть хлебный пилищик в наличии? Все в усилии. Все в усилии, да. Я уверена, что есть и калерия, просто она сейчас в недостаточном количестве. Как только мы снизим химическую нагрузку на наше поле, она разобьется в разы, потому что, если его много, как вы говорите, значит много питания, значит этому наезднику будет что есть, да? Как работает? Иногда слово паразит пугает, несколько отвлекает, ну паразит, разве может паразит быть хорошим? Да, может. Если этот паразит паразитирует в ненужном для нас вредителе. Четыре вида паразитов хлебного пилищика перед вами, это латынь. Если вот когда-нибудь вы зададитесь вопросом, а какой же вид мне нужен? Вот из четырех выберите тот, который предлагает производитель, тот, кто размножает этого паразита, калерию, и внесете ее у себя на полях методом раскладки, да? Вот. Как он себя выглядит? Выглядит он, ну такой похож на комари, когда перепочат крылое насекомое, ой, смотри. И поражает яйцекладки вредителя. Трихограмма, вот она, наша помощница, давным-давно ее разводят в биолаборатории, научились это хорошо делать, научились носить, очень мелкая мушка. У меня был случай, когда мы ее закупили, завтра вылет самолета, а отложили, сегодня перенесли на завтра по причине неисправности самолета. И я же звоню в биолабораторию, что делать? У нас же у меня, вот, готовая к отрождению, они говорят, положи в холодильник. Положила в холодильник, бежит бухгалтер Лена и говорит, Лена, у нас в холодильнике что-то живет. То есть они уже начали отрождаться даже при пониженной температуре. В общем-то мы быстро-быстро уносили то, что осталось, было очень интересно. Она очень маленькая, глаза почти не видна, но когда она ползет таким, словом, отрядом, то, конечно, интересное зрелище. Трихограмма. Откладывает свое яйцо в яйцо вредителя. Потом из этого яйца вредитель просто не отрождается. Она, червячок, седает ее изнутри. Червячок, именно личинка трихограммы. Работает она против кукурузного, лугового мотылька, корковой столки, подгрызающих солок, листовертах, огневок, плодожорок, то есть в садах тоже можно применять. Американской белой бабочки. И все эти товарищи очень хорошо скрываются, да, если то в паутину, то в початок, то в кукурузину. То есть химии достать этих вредителей очень сложно. Поэтому трихограмма найдет и обезвредит. Просто нужно этим пользоваться. Фитосей, улюст хищный клещ, ну это вот красный, да, я думаю, он есть и в природе на самом деле. И в, господи боже мой, очень хорошо его применяют в тепличных хозяйствах. Работает против обыкновенного садового боярышникова клещей. Обыкновенный он темненький, а хищный он красного цвета. Скорость у него тоже очень, я бы сказала, это как для клеща феноменальная. Догнал, сожрал, пошел искать следующую жертву. Что хочу сказать. Как-то лично я проходила практику в хакерском хозяйстве, в закрытом грунте. Там разводили фитосейрисом. У нас была очень четкая, то есть, если мы в биолаборатории находимся, то мы переодевались, там очень все хорошо было налажено. Там и галицов в виде низу делали, ну как, размножали. Все очень четко, девочки-лаборанты смотрели, чтобы ни в коем случае не попал вредитель в маточник, там где они разбудились. Ну, в общем, интересно проходила практика. Вот сама галица, она работает, личинка, да? На огурцах, томатах применяют ее, тоже работает против треи. Личиночка выглядит вот так вот. Поймала тлю, съела ее, пошла следующую искать. То есть, люди, я думаю, знаете, да, кто занимается этим, кто знакомы с такими альтамофагами, которые работают в полную силу, люди уже их применяют. Вот скопище этих личинок, тут, значит, было тля. Габробракон, тоже наездник, смотрите, поймал гусеницу, работает против гусениц-бабочек. Поймал гусеницу, он относится к семейству наездников, сделал прокол в этой гусенице, отложил туда яйцо, все. Из этой гусеницы уже толка не будет, она уже является пищевым объектом для той личинки, которая отродится из яйца. Ну вот, во-первых, размеры, да, поражают, разница. Ну, все, она уже, она перестает двигаться, внутри разжижаются все, внутренность вся, и она питание для личинки габробракона. Клопы, хищные клопы, клопы бывают не только вредные, но и полезные. К хищникам относятся набиды, фиртатомиды, слепняки против трипсов, две белокрылок работают, их тоже делают в лаборатории, размножают, и можно потом колонизировать сезонно. Жуки, красотелы, эстафелины, капустные мухи, можно вот поработать против них. И перепончатокрылые, это энкарзия, мухи-сколи, муравьи тоже нам в помощь, эктопаразит бракониды. Ну, то есть, я думаю, все это у вас на слуху, и вы когда-то слышали об этом. Просто обращайтесь в биолабораторию и говорите о своем проблеме, а мне нужно поработать против кого-то. И вам сразу предложат, как это делать. Конечно, это несколько трудозатратный механизм, да, вносить те или иные особи. Надо придумать, как это делать, либо это ручной труд, либо так, как мы приспособились с трихограммой, все-таки нам повезло, что это можно было делать авиаметодом. Но, тем не менее, серфи, бактерии, да, галиции, тахины, это тоже, это к мухам уже относятся насекомые. Это что касается насекомых. Давайте сейчас к препаратам перейдем. Не реклама, не подумайте, специально не ставила препараты этого региона. Пока не стоит, а вот все-таки скажите нам, вот трихограммы у нас будет биологические, химические, разница кратности обработки в ценовом и экономическом плане. Значит, вам нужно определить, сколько будет стоить вылет, да? Да, да, да. Когда мы работали, это было не дешевое мероприятие, но владельцами авиабазы все-таки Агросоюз являлся. Вот, поэтому... Смолют здесь меньше всего, и вот именно, поймите, мы, допустим, на нуте садеет сок, и когда боремся, мы уже такими препаратами, где у нас... Химия, да, вы химические? Уже 4-5 тысяч нашими деньгами обрету, в отличие. Вот скажите, разница? Всегда дешевле. У нас биометод всегда дешевле. Не знаю, как на вашем, на вашем рынке. Вам нужно просто узнать цену, да, стоимость. И потом определиться, сколько раз вы ее внесете. Это может быть 2, 3, а то и 5 раз трихограммы. То есть, если это 5-разовое внесение, то норма трихограммы снижается. Не нужно делать 200 тысяч особей на гектаре, вы делаете 50. А, сколько вы тоже по 3-4 раз? Ну, в тысяча сессии, если будет 10 тысяч от 200 на гектаре, на нуте, то будет 5-4 раз в гектаре. Одноразовое? По поколению, по каждому поколению. Сколько у вас поколений за сезон? Ну, 5 на тысячу есть, 6, 6, 6. Трихограммы или гаврограммы? Нет, это я говорю про пиоинсектицид на основе гриба Баверия Бассиана. А, на гриб, ну, Баверия, да, это? Гриб, да, Баверия, Баверия. Нет, 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 а если допустить гаврограмма, он разве уйдет, они будут отрождаться, сок, он будет размножаться и... Да, ну, бывает такое, что у вас нашествия соки огромная, да, а естественных не хватает. Тогда вы дополняете, как бы, да, дополняете? Ну, если мы пустили гаврограммы, он у нас на полях не уходит. Ну, классно, конечно, конечно. Да, на то и расчет, что впоследствии... Это не поможет питанию соседей, но гаврограмм на 70% решает, по-моему. А на несколько за химическую психологию. Вот, и гаврограмма где-то 60% у нас работала, потому что она и больше может поражать, но тем не менее. Контроль вредителей, хелико-мерква, то есть сокка хлопковая, да, опять же, поражает зерновые, масличные, бобовые, кукурузы, сорга, лен, овощные и так далее, и так далее. Ученые придумали контроль вредителя вирусом, заражается, обратилась обработка, личинка заражается, она размягчается и все, она уже не питается, она перестает питаться, что, чего, собственно, мы и добивались. Симптомы. Вялость, прекращение питания, обесцвечивание, разжижение тела гусеницы, собственно, это можно, вот такие вот препараты на основе вирусов применять и против других вредителей, на рапсе тоже. Поэтому поинтересуйтесь, пожалуйста, в регионе, что можно. Причем вирусы являются экологически чистым препаратом, они работают только против определенных объектов, они не работают против людей, да, они вредят. Никому из окружающей среды, и не содержат химических добавок. Вопрос, в чем едят? Еще раз, в чем? Не, не, не. Боверьте, не есть. И это нормально едят, я почему? Так. Биофунгициды. Есть комплексные биофунгициды, в состав которых входит несколько работающих штаммов бактерий или вирусов, или грибов, да, которые выполняют определенную функцию в одном препарате. То есть внесли, и уже препарат работает как бы много, ну, системно, давайте называть это системно, в нескольких направлениях. Это фунгицид, да, но есть и препараты, которые как бы биоудобрением являются. Сюда входят тоже и грибы, и бактерии, которые являются высвободителями питательных веществ, высвобождают фосфор, азот, другие питательные вещества. Они являются аммонификаторами, то есть как бы дают дополнительное питание растениям. Опять же, вы не вносите химические вещества, вы вносите этот препарат, благодаря которому питательные вещества корень может взять из почвы, из того ресурса, который уже есть у него под ногами. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание и на эти препараты. Ни в коем случае не рекламирую, этот препарат производится у нас, поэтому что у вас на рынке, не могу сказать, поищите, да, я думаю, девчонки подскажут. Вот производители сидят, я так понимаю. И многие-многие другие. То есть приходите и говорите свои проблемы, пусть вам найдут решение ваших проблем. Недостатки преимущества биометода. Почему же так не развито это направление у нас с вами в нашей жизни? Во-первых, мало информации, но мало об этом знаем. Вот если бы была реклама, когда едешь по трассе, да, не нуреладе или там какой-нибудь, скажите, я скажу, инсектицид в большой комистре, да. Да, вот пусть бы вот эти вещи рекламировались. Мало продуктов, мало биоабораторий. Их меньше, чем производители химии, к сожалению. Трудности внесения. Да, нужно к этому приспособиться. Особенно если это живой какой-то организм, это нужны люди, ручное внесение, чтобы не травмировать насекомых и так далее. Чтобы они не погибли. Время ограничено совершенно. Совершенно согласна, да. То есть есть проблемы в этом вопросе. Я думаю, со временем, со временем, ну найдутся способы решить. Или появились же квадрокоптеры в нашей жизни, правда? Может они как-то помогут и снесены? Уже есть. Трихограммы уже вносили. Трихограммы вы тоже вносили, но это был самолет, а это квадрокоптер. То есть топлива надо надо меньше, да. Там же пока он взлетит, пока он тонул, топливо использует. Так, больше трудозатрат, конечно, это и ручной труд, да, и все такое. Работа хищника медленнее. Хищник работает не так быстро, как инсектицид. Через час ты уже там после инсектицида видишь результат, а после хищника все-таки приходишь и смотришь. Ну как, ну как, ну поработал, нет, не поработал. Волнуешься, а все-таки время проходит, а эти вдруг они все-таки едят и так далее. Ну и скептицизм. Вредит нам очень скептицизм. Мы мало в это верим. Помогает нам побороть скептицизм? Примеры, положительные примеры. Не поддавайтесь скептическому настроению, скептическому, да. Идите туда, кто это применяет. Общайтесь с этими людьми, спрашивайте о подводных камнях, о том, что какие пришлось преодолеть подводные камни в этом вопросе, что человек сделал. Учитесь на чужих ошибках, и ваши действия будут уже более продуктивными, вы совершите меньше ненужных трат, и урожай будет спасен. Ну а плюсы биометода в чем же? Конечно же, это снижение пестицидной нагрузки, о чем мы сегодня с вами и говорим. Химию надо убирать из своей жизни. Я в этом убедилась, когда один мой знакомый, хороший знакомый человек, он был в очень, здоровье было в очень плачевном состоянии. Но когда он отказался от пищи, которая содержит химические вещества, то есть он перешел на продукты, которые выращены без химии, без минеральных удобрений, и вот ходячий труп превратился в нормального человека, то это решает очень многое. Поэтому агитирую вас на беспестицидные продукты и деятельность. Улучшение качества продукции, органическая продукция, да, мы скептически к этому тоже относимся, но мало ли как, кто проверял, не проверял ее. Но тем не менее, может быть, я сейчас утрирую, но у каждого может быть приусадебная деляночка, да, на которой вырастут помидоры и огурцы без химии. Сам себе вырастил, вот она уже качественная продукция. У биометода нет резистентности, то, что есть у химических препаратов. Химические препараты все-таки вызывают привыкаемость. Это касается и сорняков, и вредных объектов, насековых и так далее. Когда особенно люди применяют один и тот же препарат химический, да, из года в год, и потом смотрят, да он что-то перестал работать, а потому что выработалась резистентность сорняками, поле заросло, одни и те же насекомые уже, ничего их не берет, их ничего не берет, мне говорят, а потому что действующее вещество одно и то же у тех препаратов, которые они применяют ежегодно на этом поле. А биопрепараты работают всегда избирательно, у них нет резистентности, потому что они природные, да, природа не вызывает привыкаемости. Популяция вредителя не уничтожается полностью, вот классная штука у биометода. Нам не надо все уничтожить так, чтобы после нас была черная земля, нам надо, чтобы вредящий объект перестал вредить на нашем поле, вот и все. Может вы слышали, у природы есть такой как бы запас прочности. Каждое дерево, каждый куст, каждое растение природой запрограммировано, 15% листвы запрограммировано на то, что ее съедят, ну, листогрызущие насекомые. Зачем? Чтобы, зачем это природе, да, чтобы листогрызущие тоже выжили, чтобы они стали питанием для хищников, понимаете, цепочка, ведь она же должна работать. Так вот, не бойтесь, если кто-то сидит немножко там подгрыз сою, кукурузу подсолнечник, он просто продолжает ситуацию, чтобы потом было кому охотиться на этих вредителей. Не волнуйтесь, если растение потеряет 15% листвы, оно находится все равно в полноценном, как сказать, готовности, да, в стопроцентной готовности, ничего плохого, а тем более снижение урожайности происходить не будет. Высокая избирательность биологических препаратов, вот мы говорим, биорадициды, только против мышевидных, избирательное действие, никто другой не пострадает, да. Баверин, только против конкретного пределя, другие не пострадают, но тем более людям это безопасные вещества. Родство с природой, экологичность метода, вот к чему мы с вами должны стремиться. Не агитирую вас сейчас все бросить и переходить на биометод, можно получить обратный эффект, ведь мы уже сделали монокультурно в своем поле, и чтобы потом горько не плакать, постепенно, постепенно переходим, заменяем одни методы биологическими, потом следующие, потом минеральные удобрения мы перейдем к тому, что перестанем их вносить, сначала снизим норму, вот как мы у себя в Агросоюзе уже снизили норму удобрений, если раньше носили по 100-150 килограммов фосфорных удобрений, то сейчас мы сеем 20, иногда 30, иногда 0 фосфорных удобрений при той же урожайности. Понимаете, к чему я? Не надо тратить деньги на химию, потратить их на себя, на развитие биологического метода в своем регионе. И вот этот параметр, интегрированная защита растений, как раз сейчас нам с вами в работу нужно его взять и пользоваться. Что это такое? Это борьба с вредными организмами, учитывая экономические пороги вредоносности, используя в первую очередь природные ресурсы и уже в последнюю очередь химические. У нас на курсе, я закончила Хайковский институт Докучаева по факультет защиты растений. Так вот, у нас был целый курс интегрированной защиты растений. Нас обучали тому, что не надо бежать, вот если вы увидели какого-то вредителя или заболевания на растениях, не надо бежать на склад за канистрой. Примите все меры, те, которые могут помочь вам решить вопрос без химии. И уж в конечном итоге, только уже когда вы все предприняли, все, что можно, сделали, лишь только потом. То есть это как должна быть, знаете, как запасной вариант. Химия – это запасной вариант должна быть в нашей жизни. Идеальная комбинация биологических, агротехнических, химических, физических и других методов защиты растений. Что же она включает в себя? Во-первых, это достоверный прогноз. Что будет, какое развитие? К сожалению, вот станции прогноза сейчас, ну как, их нет или работы разогнали, да, жаль, очень жаль. Но тем не менее, возможно, есть у агрономов, которые прожили долгую жизнь и знают свои поля. Может, они как-то смогут это все дело восстановить. Но тем не менее, нужно предвидеть. Ну как еще можно, знаете, как бывает вспышка. Вот у нас, если вспышка, допустим, септориоза, ржавчины в Турции, то через неделю эта вспышка у нас на Днепропетровской земле. Уже так можно даже выкручиваться. То есть, зная потоки воздуха, основных масс, вы можете предположить, когда это наступит в вашей зоне. Учеты численности вредителей. Обязательно перед обработкой, химической обработкой, выходите в поле, делайте анализ. Обязательно обзаведитесь агрономическим сачком. Делайте кошение. Не смотрите, вот подошел агроном к растению и пытается там кого-то встретить, поздороваться. Это так не работает. 30 взмахов сачком, да, потом берется содержание этого сачка. И вы смотрите... И кто там, да, кто там есть. Бывает, что становится плохо, а бывает, вы можете принять решение. Нужно все-таки делать обработку? Или можно отказаться, потому что энтомофагов больше? Или же уже вот-вот начинаем, потому что появились, вот как с кукурузным отельком, появились самцы кукурузного отелька. Надо что-то делать, надо начинать работу. Поэтому обязательно проверяйте. Ни на глаз, ни слева, или... Некоторые даже отследования полей не смотрят. Помню, в карте посмотрел, обрыскивание, поехал, отправил механизатора, едь, обрабатывай. Что там, кто там, никто ничего не знает. Уходите от сплошных химических обработок. Иногда достаточно краевой обработки. Краевая обработка – это когда обрыскиватель делает один круг по полю, если недостаточно, еще один, но может быть третий. Все. Так как часто вредитель идет с края поля, достаточно определить, что в центре его нет. И уже частичная обработка – это все равно снижение химической нагрузки. Да, в конце концов, экономия средств, денежных средств. Широкая, обязательно делаю акция. Применяйте биологические средства защиты, подбирайте правильный севооборот. Вот с севооборота я бы начала свою, как бы, вот эту деятельность по снижению пестицидной нагрузки на гектар. Собирайте, вот пока зима еще не закончилась, собирайте команду агрономов, неравнодушных людей, делайте мозговой штурм. А давайте, ребята, подумаем, как мы можем снизить пестицидную нагрузку на гектаре. И начните, пожалуйста, с севооборота. Чередование. Культур, злак, широколистная, злак, широколистная. Уже вам, как бы, это прерывание цепи перезаражения, да. Вот эти мостики, когда злак, 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 это же мостик от одной культуры к следующей. Там и сорняки, они те же, и вредители те же. И, конечно, и препараты начинаются те же. Но беда бедой. Если чередование правильное, особенно если вы подчередуете злак, широколистная, еще теплая, холодная культура, да, теплолюбивая, холодостойкая, то будет, как бы, двойная выгода. Включайте, тут красным цветом, включайте в севооборот покровные культуры. Это не только польза для почвы, это не только снижение эмиссии углерода, это еще и дополнительное питание для энтомофагов, это место, где они могут спрятаться, защититься, да, сделать себе наблюдательный пункт во время охоты на вредителя. И когда вы все-все пункты прошли, и только тут уже мелким почерком я написала, и только здесь применяйте решение о химической обработке. Иногда она просто может быть ненужной. У нас сосед Андрей, я о нем уже упоминала, 15 лет не использует химические вещества, заканчиваю, 5 секунд. Он говорил, я все время как бы переживала, что же будет, а что же будет. И у него очень долго вредил, знаете кто, крабчик, жук-крабчик. И говорит, ну так вот подстривал этот он, скажите, я скажу, спортсет, так стрих вдоль дороги, ну так он. И однажды, и однажды он что увидел, что, говорит, лежат, ну возле дороги лежат взрослые жуки. Я говорю, думаю, думал ли, может, их там механизаторы давили. Собирали. Нет, он говорит, я их, ну как вот, открыл, да, внутренность посмотрел, а там сидит личинка. То есть в природе находятся природные томофаги, которые сделают это вместо вас. Даже, извините, девчонки, без биолаборатории. Обязательно диверсифицируйте ваши севообороты, чтобы и в севообороте, и в смесях покровных культур было разнообразие. Так вы спрячете эту монокультуру, уйдете от нее. И, конечно, интегрированную защиту применяйте, пожалуйста. Перед вами то, что мы делали у себя. Очень быстренько, может, это вас натолкнет на идею, что делать у вас. Летний посев лицерный. Я уже сказала, посев подсолнечника в оптимально поздние сроки. Тогда культура быстро стартует, она в прогретую почву попадает и накрывает собой междурядье. Амброзия у нас, амброзия очень хорошо себя чувствует. Амброзия в этих условиях, она остается в нижнем пологе и практически не развивается. В оптимально поздние сроки посева подсолнечника. Мы использовали пчелы листореза для хорошего опыления, лицерный, вместо того, чтобы минеральное удобрение применять, трихограмму. Органические удобрения обязательно, навоз, свиной и так далее. Из свиного мы делали такие, как сыпец, аэрировали. Обрезка защитных полос, производство щепы. Вот эти защитные полосы расползаются в поле. Если посчитаете, сколько они отнимают у вас площади, так это несколько гектаров на каждом поле. На 100 гектар на поле это, может быть, 3-5 гектаров под ветками, которые разрослись. Специально в машине обрезали эти ветки, сделали щепу, и щепы делаете, что хотите, хоть пилеты, хоть дорожки устилайте. Отвоевали, вот вам плюс дополнительный доход на этом месте растет коммерческая культура, которая бы просто оказалась под ветками посадки. Обязательно обследуем. В поле перед химобработками. Отменяем, уже я говорила, отменяем обработки химические, если численность атомофагов высокая. Применяем биопрепараты в борьбе с мышами. В молодом саду сеем либо рожь, либо другую зерновую, либо покровную культуру. Краевые обработки применяем. Обсеваем растениями-доносами товарные поля по цели вдоль дороги. И обязательно, обязательно сеем покровные культуры в все во обороте. Убрали зерновую культуру. Есть окошечко до обосени. Ну, если следующее, например, подсолнечник. У нас один товарищ, клиент приезжает всегда за сидератами. Я говорю, сеем перед подсолнечником покровную культуру. Я, говорит, ухожу от трех химических обработок лифосадов. Как? Убрал пшеницу, падалицу оставляет, сеет туда покровную культуру. Она уходит в зиму, частично замерзает. Он берет такую смесь, которая частично не зимует. Ну, то есть полуяровую, да? На весну остается немножко там сама падалица пшеница. Пшеница и пара перезимовавших видов. Ну, допустим, века зимая, да? Вот. И, говорит, в эту смесь подсолнечник. И уже в подсолнечнике работаю, скажите, я с препаратом Евролайдинга, да, либо Грандстар. А составы на крупной смеси? Всегда разные, всегда в зависимости от того. Я скажу, у меня в компьютере есть, я вас найдемся, да? Хорошо? Вот. Таким образом вы уходите минимум от трех. То есть две осенние обработки глифосадом и одна весной. Иногда он весной делает обработку, говорит, если уж сорнячок там пошел какой-то. Но, говорит, как правило, и сорняка там мало. Поэтому просто нужно все пробовать. Пробуйте. И биопрепараты пробуйте. Хотя бы 5-10 гектаров. Маленькое поле. Вносите. А вдруг получится. На этой ноте хочу закончить. Спасибо вам большое за внимание. А вам желаю экологической продукции и здоровья. Всего хорошего.